Мы продолжаем следить за турниром Суперкомбат. Гохан Геддик, брат Гохана Саки, как он сам утверждает. И бывший боксер, кстати. Сам он живет и тренируется в Голландии, именно поэтому решил переквалифицироваться в кикбоксера. Потому что, опять же, по его словам, в Голландии боксу уделяется не так много внимания, как кикбоксу. И мало показывают в прямом эфире. И именно по этой причине Гохан Геддик решил перейти в кикбоксинг. Но мы видим, что тренируется под руководством Майка Пассанье. Один ученик Майка Пассанье сегодня уже проиграл. Может, кстати, проиграть и второй, потому что готовится к появлению Кристиан Ристи, румынский спортсмен. Одна из главных звезд турнира Суперкомбат. Но, еще раз подчеркиваю, горячим-горячим проспектом был Кристиан Ристи. Но затем как-то не задалось. У него была целая серия таких неубедительных выступлений. В предыдущем поединке очень-очень тяжело выиграл он у Реда Адгу из Франции. Посмотрим, что он сумеет сделать с очень сильно бьющим турецким оппонентом. И, конечно же, в результате, что он не может сделать с очень сильно бьющим турецким оппонентом. Друзья, горячим-горячим, из Турции, Гохана Гейди. Еще раз напомню, это весовая категория до 95 килограммов. Гохана Гейдика нам только что представили и, собственно говоря, Кристиан Ристи. Да, действительно, Кристиан Ристи до определенного момента был чемпионом турнира Супер Комбат. Но это звание потом благополучно утратил. Да! 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 Реферией в Ристи, Чезар Георгиев. Первый раунд. Очень интересно, в какой форме подошел к этому поединку Кристиан Ристи. Майк Пассанье опять слышен на весь зал, но это вполне привычно, потому что Майк Пассанье может перекричать, по-моему, абсолютно любых болельщиков. Прямо не успешно начинается бой. Спортсмены пока присматриваются друг к другу. Идет позиционная борьба. Вот справа на право проверили друг друга. Неплохо раздергивает соперника турок. Внутренний лоу-кик не проходит у Ристи. С большим уважением друг к другу пока работают спортсмены. Наверное, даже со слишком большим. Хороший удар по туловищу в исполнении Ристи. Попадает Турак. Напомню, что Гокан Гейдик является обладателем очень приличного удара. Лоу-кик. Пробует разные варианты Кристиан Ристи прошить защиту своего соперника. Вот и первая попытка провести силовой удар в исполнении Гедика. Чемпион Голландии по боксу. Представитель Турции сейчас по туловищу пробивает Гедик. Отличный обмен. Попадает Гедик. Но вот с опущенными руками подходить к Ристиану Ристи я бы совсем не рекомендовал. Понятное дело, что он попал. И хочется развить свой успех. Но здесь надо, конечно, действовать с оглядкой. Ристи очень опытный боец. Многоударная комбинация в исполнении Гедика. Хай-кик. Но так долго размахивался Гедик, что, по-моему, Кристиан Ристи, как сейчас принято говорить, чашку кофе бы успел выпить и сблокировать этот самый удар. Показывают нам на замедленных повторах, как работали бойцы в первом раунде. Точных попаданий-то побольше было у Гокона Гедика, согласитесь. Начали спортсмены так ни шатка, ни валка. Но затем разогрелись и пошла потеха. Болевщики поддерживают Кристиана Ристи, конечно. Конечно, ему эта поддержка очень нужна, потому что поединок складывается для него пока непросто. Немного зажатым выглядит Кристиан Ристи. Чувствуется, что ему неудобно боксировать, что ему некомфортно в ринге с Гедиком. Неплохо на ногах Турок, согласитесь. Неплохой эпизод. Он сейчас развернулся Ристи и чуть было не нарвался на атаку. И сам пробивает хорошо по корпусу ногой. Поджал сейчас оппонента Гедик, но опять выпускает от канатов. Работает ногами Кристиан Ристи. Вкладывается практически в каждый удар ногой. Хочет максимально отбить бедра. О, это нокаут. Вот это удар. Впервые я вижу Кристиана Ристи в таком состоянии. Говорил я о том, что обладает очень мощным и жестким ударом Гокан Гедик. И вот вам подтверждение моих слов. Еще раз смотрим. Вот здесь начал как-то закрываться Кристиан Ристи. Ну и потом прилетел ему вот этот удар справа. Очень зрячий бил, кстати, Гокан Гедик в открытое место. Вот здесь не попал. Попытался пробить правый снизу Кристиан Ристи, но Гокан Гедик успел раньше. Четко в подбородок. И тяжелый нокаут. Но, по счастью, с Кристианом Ристи все в порядке. Относительно, конечно, он в сознании. Благодарит Гокан Гедик своего оппонента. Череда неубедительных выступлений Кристиана Ристи продолжается. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Болельщики такое ощущение, что в шоке просто пребывают от увиденного. Это понятно, потому что они-то как раз пришли посмотреть на победу Кристиана Ристи, а не на то, как он упадет лицом вперед. Да, Гокан Гедик выигрывает нокаутом, с чем мы его и поздравляем. Большой-большой молодец. Так, небольшое интервью с победителем. Сэм сейчас допросит с пристрастием. Поздравляем с победой. Ты ждал просто своего момента. Да, так и было. Он очень сильный боец. Я ждал своего момента. Впервые на телевидении, поэтому так немного нервничал. Я знал, что я не могу доводить дело до судейского решения, поэтому я просто ждал своего момента и использовал свой шанс. Ты впервые дерешься на Супер Комбат. Как готовились к этому бою? В пятницу на прошлой неделе сказали об этом поединке. Я сказал, да, хорошо. И мы приехали. Это был шанс, это была возможность. И я воспользовался ей. Психологически я был готов к этому бою. Психологически я был готов к этому бою. Я приветствую всю свою семью. Привет ей. Мама, люблю тебя. Да, молодец этот Гохан Геддик. Такой обаятельный парень, да, который в ринге вот так обаятельно укладывает своих оппонентов. Причем для него это действительно довольно большой успех. Впервые на турнире вырубает главную звезду. И я думаю, что еще обязательно мы его с вами увидим на турнире Супер Комбат. Интересно посмотреть, как бы он подрался с Андреем Стойко. Кстати, о птичках, да. Другой главной звездой турнира Супер Комбат. Это одна весовая категория. Поэтому, мне кажется, этот поединок вызвал бы определенный интерес. Кто знает, может быть оно так и будет.